Всем привет! Вы помните, вы писали нам в комментариях, что надо взять и объединить эти три домика вместе? Мы так и сделали. Да, можно зайти в Максимин домик и пройти насквозь до Катиного. И мы решили это просто так не оставлять, не просто рум-тур сделать, а провести в этом уже огромном доме целых 24 часа. Значит, что мы сможем пожить немножко у Кати, немножко у Макса, немножко у меня. Ну что, давайте заселяться. Начинаем с рум-тура. У меня. Откуда мы начинаем заходить с Катей, с Макса или посерединке вообще? У меня, у меня. Давай с Макса, у него самые высокие двери. Итак, заходим к Максу и тадам, а там как светится, у него целый двор там появился. И мой домик там видно. Да, и мой насквозь. То есть у нас огромная такая целая улица, открытая. Да. Вот теперь я приглашаю вас к себе, прошу. Окей. Добро пожаловать в наш новый коридор или как-то внутренний дворик, или как-то зимний сад. Как это еще можно назвать? Мини-гринхаус. Или сан-рум, солнечная комната эта. Мини-гринхаус. Все, привет, вы у меня. О, вау. У меня самый светлый дом. У меня с одной стороны сан-рум, с другой стороны солнечная комната. Короче, сплошной свет. И одно окно. Зато я могу видеть с высоты наш коридор. Вот с моей спальни я вижу вот наш коридорчик. Кать, твоя очередь показать уже твой домик и твой сан-рум. Так что это мой сан-рум. Вот он тоже. Ну, зимний сад это круто. Да. Здесь надо еще посадить всякие растения, знаете, как, чтобы деревья росли прям внутри помещения. Ага. Круглый год, чтобы зелено было красиво. Да. Может, полнику там посадим? Хорошая идея. Я бы посадила себя в домике. Итак, рум-тур мы провели. Напишите в комментариях, как назвать этот дом. Это уже не три домика, а это один. Как его назвать? Колбаса, поезд. Вот ваши варианты названия в комментариях. Это моя. Рум-тур мы показали. А теперь давай расселяться по нашим домикам. И как-то обустраивать жизнь. Расселяться. Да. Придумать развлечения. Да. А вот это моя дейка. За меншин. Мини-меншин. Ничего себе мини. Это не мини, не согласен. Все, я к себе. Ну и ладно, а я к себе. Я тоже. Так, я подготовила себя на 24 часа вот это. Обязательно нам нужны фрукты. У нас есть апельсинка, яблочко и... А то что? Мне кажется, груша. Я это поставлю себе на второй этаж. Надо это есть с комфортом. Продолжаем. Теперь у нас есть клубничка. Обожаю клубничку. Посадить можно. Но мы ее поставим вот здесь. Прямо возле коридора. Что мальчики могли прийти и угощаться. Так, это все сладости, сладости, сладости. Донатсы я буду продавать. Это оставим тут. Ух. У нас потом есть сахар для ваты. Машина для ваты у нас здесь. Так как у меня нету холодильника, я свои напитки и мороженое буду охлаждать. Это таким способом. Льдом короче. Ох, какой. Ну что, располагаемся. Катя слышит он клубники всякие. У меня все позитивно, примитивно. Попкорнчик. Кто помнит из какого видео, пишите в комментариях. Классная штука, кстати. Так быстро, в чух-чухе все. Колбаска. Очень вкусная. Ммм, как пахнет. То, что надо в поход. Мы же почти в походе так. Кстати, а мы вроде бы как дома и в походе. Прикольно. Голубичка, помидорки. Это колбаска, кстати, очень вкусная. Горошек. Короче, у меня полноценный ужин. Арбузик. Посмотрите, какие сочные кусочки, а. Прям ням-ням-ням. Сохи всякие полезные. Ягодная и оранж энд манго. И самое главное десерт. Мой любимый. Мой любимый мороженый. Чтобы оно не растаяло, ставим это все в холодильник. Мороженое обязательно. Ой, тут еще конфетки. Мороженка. Можно туда еще поставить арбузик. И горошек. Все. Колбасу поставлю себе рядышком, чтобы всегда была под рукой. А вы знаете, колбаса, чтобы не испортилась, ее нужно подвесить. Вот если она вот так вот будет где-то висеть, значит все хорошо. Ничего к ней не доберется, никакая плесень. Но я ничего не сказал про мух. Ну ничего, я буду их отгонять. Идем наверх, и наверху, может они не так будут летать. Мухи высоко не летают. Вот возле Майнкрафта прицеплю. И вот так. То есть можно лежать. Потом вот так вот лежишь, лежишь, приподнялся. Сейчас покажу. Вот например, отдыхаю я. Отдыхаю, отдыхаю. Что-то мне стало скучно, я проснулся. Откусил кусок колбаски. И дальше отдыхаю. Здесь прекрасно. Этап 24 часа. Нет, что попкорн надо сделать? Сколько свой, конечно, какой-то прикол. Так, что у меня есть? Хлеб. Можно что-то нас сюда намазать. С хлебом никогда голоднее не будешь. Так. Ох, ех, хлебья. Мои любимые. Это на завтрак. Газировка. Иногда можно. Кислая, класс. Classic сморс. С нутеллой. У меня есть пандочки. Эти штучки. Они очень вкусные. Это как пирожки с мясом, только в виде пандочки. Такие милые. И вкусные. Есть. По-лезвусски тоже нужны. А это что? Это чок full of nothing but joy. Ох, это ведь шоколад с орехами. Класс. Надо будет попробовать. Что еще там интересного наложили? Бэнофи. Типа банана, тофи. Я не знаю, что это такое. Но это почти тоже как это. Продолжаем. Щос. Есть. Это такие типа донатсы, но только палки. Еще у меня плюбри. Лубика. Класс. Ясун. Это напиток. Очень вкусный. Молочный. С минерами. И с шоколадом. Чикен ролл. Какой-то чикен бургер. Какая-то ложка сюда. Мне негде ставить. И мороженка. Упс. У меня холодильника нет. И смотрите, оно уже так. А, а можно тебе мороженое в холодильник поставить? Да, конечно, заноси. Спасибо. Спасибо. А можно будет потом у тебя кусочек маленький попробовать? Мое мороженое? Ну, у меня МНДМС просто нет. У меня только сникерс. Ну, и это мой холодильник. Мое электричество. Ну, это же мой МНДМС. И мой холодильник. Вот жулик. Ладно. Иду себе в домик. В домиках как-то жарко. Может, мы на улицу выйдем? Там какие-то активности придумаем. Давай. И я не против. Я уже для вас придумала развлечение. Что-то съедобное. Пошли на улицу. Конечно, они всего не знают. Ну? Что это такое? Я придумала, что я вам буду продавать донатсы. Это мои любимые криски кремли. Мой любимый шоколадный. Нет, это мой любимый. Это мой любимый. Это мой любимый. Мальчики, предлагаю торговаться. Торговаться? А денег-то у меня нет. Что я могу предложить тебе? Я могу предложить помидорку, либо свежайший попкорн. Сейчас, донатс мой. Секундочку. Интересненько. Интересно, чем это он может взять? Не знаю, но очень хочу увидеть. Ну ладно. А попкорн не подойдет тебе? Вот, донатс шоколадный. Сначала посмотрим, что Макс предложит. Что это? Я предлагаю активность. Меняю горочку на донатс шоколадный. Конечно. Какая классная горочка. И донатс шоколадный. Все хочу. Пожалуйста, донатс шоколадный. Это шоколадный. Спасибо. Ушел. Пожалуйста, наслаждайтесь. А папа, вы что-то желаете? Вот меню. Ну, может быть, вот этот розовый. Розовый? Я из активности могу тебе предложить свежайший попкорн. Полопать прямо перед тобой. Подойдет такой взамен. Давай. Попкорн я тоже люблю. Ага. А я люблю вот этот донатс. Он мой. Так, выбирайте донатс. Я что? Свежайший попкорн. Мне, пожалуйста, стробери спринклс вот этот. Стробери спринклс. Окей. Попкорн сначала. Ладно, иду делать. На, мне чипс. Я еще ничего не купил и не взял, а уже должен. И попкорн, и чаевые. Макс, чаевые. Могу взять один из этих шоколадных спринклс и бросить в чипс. Подойдет? Это все, что ты мог придумать. А я могу кусочки колбасы туда набросать. Давай. Но в руку. Ей, договорились. Так что, попкорн уже не надо? Не, это только чаевые колбасы. С твоими донатсами я совсем разорюсь с продуктами. Ладно, пошел загружать попкорн. Отлично. А мы тем временем, Макс, надуем эту корку. А она тяжелая. Вот это активность. Для того, чтобы попробовать донатс вкусный, мне надо заниматься сейчас жаркой попкорном. Ладно, донатс того стоит. Включаем. Сейчас у меня будет куча попкорна. Ей, вот это тема. Вкусный будет попкорн, свеженький. Поменяем на вкусный донатс. Вау. Так, активность начинается. Да. О, готово. Наливается. О, дырочки. О, Кать, смотри. О, сейчас. Сейчас, скоро будет, скоро будет. Вода идет. И еще чуть-чуть, и будем активнее. Посто, Кать, я просто играюсь. Кать, Кать, твой попкорн и колбаска на чай готовы. Ух, ничего себе, у вас классная штука. Вау. Вот твой попкорн и колбаска на чай, это не всю. Это вот. Чаевые сюда. Ага. Бери свой розовый донатс, я иду играть. Мой донатс с начинкой. Интересно, в прикуску с колбасой это вкусно? Папа, папа. Ну ладно, я иду играть. Мм, мм. В попкорном тоже вкусно. Я первая. Ура. Катя, Катя, неправильно ты эти активности делаешь. Смотри как надо, Катя. Круто, надо быстрее. А, да. Не брызгайся. Я опять первая. Мою колбасу дырят. Активностями занимайтесь. А то совсем маленькая, она вот такая была. Мы тебе просто помогаем, чтобы ты не сильно распустила. Так, все, полетели. Три, два, раз. Катя, скорости надо больше. Супер скорость. О, уже хорошо. И потом. Бруй. На монтаже надо будет ускорить, как будто бы Катя проехала ты на самом деле. Вот так вот у нас пройдет не 24, а 36 часов после этих домиков. Потому что я так понял, я их из этой воды не смогу забрать. Я думаю, надо маму попросить еще за колбаску. Купишь точно такую же? Колбаска. Как собака. Может уже хватит? Может уже заканчиваете? Ну, жарко же. Не-а. Ну, вы же уже тут три часа плаваете. Давай мы что-то перекусим. Потом отдохнем. Ну, дневной сон. Как же после вкусного обеда, по закону Архимеда, колбасу зря съел, что ли? У нас еще не было обеда. Конечно. Посмотрите на время. Уже 5 часов вечера. Вот он, ваш обед. Вместо того, что мы в домиках 24 часа проводили, мы в бассейне 24 часа сидим. Даже на обед времени не хватает. Ну, на вас. Я иду обедать, а потом у меня будет после обеденный сон. Ну, правда, в 6 часов вечера, но ничего. Это тоже важно. Катя, подожди. Это что Катя делает? Ой, Катя, подожди. О нет, я не сделаю. Да, я опять это сделаю. Чем бы мне таким перекусить, чтобы можно было прямо в кровати есть? Так, помидоры кинуту. Голубичка пойдет. И здесь мороженое нет. А вот горошек самое оно и полезно. У меня будет супер полезный обед. Вот мой послеобеденный сон с голубичком. Ой, с горошкой. Когда эти жулики собираются обедать, я не знаю, уже 6 часов вечера, они ничего не думают. Я про себя позаботился. Это будет мой салат. Голубика-гороховый. Вот так вот. А, я понял, почему они не голодные. Они же у меня всю колбасу стоптали. Иду она цеплюсь, так что все нормально. Вот так вот. Голубичка с горохом. Тоши, да, да. Теперь каждый раз сюда попадаю. Катя, слушай, уже вечер. Может, чем-то перекусить? Давай. Может быть, книжки почитаем? Нет, планшетку посмотрим. О, отличная идея. Сейчас переодеваемся и идем. И немножко отдохнем, потому что на активничались. Пап, ты еще спишь? Пап, ты уже ужинал? Что там у тебя вкусненькое есть? Пап! Вставай, давай. Что, что, утро, Узя? Не утро, а ужинать пора. Да? Я что, ужин проспал? Ой. А что у вас вкусненького есть? У нас? Это наше. У тебя свое. А зачем тогда вы пришли ко мне в дом? Без спроса будете? Я вот салат свой рассыпал из-за вас. Потому что наш дом теперь одно целое. На тебе. Наделал эти коридоры, теперь никакой приватности. Вы хотя бы стучите, когда в мою комнату заходите. Нет. Или как это? Мое крыло. Да? Да. Мой компус. Так что у вас там вкусного? А у тебя что вкусного? Давай меняться. О, ну как-то так нечестно. Я вам два своих отдам. А вам только по одному придется мне отдать. Как-то нечестно совсем. Неа. Ну и ладно. Мы идем отдыхать. Да. И зачем они меня разбудили? Десерт тайм. И пока я ем десерт, я буду смотреть в мистер Макс Плэй. Ты не выгодно? О, наконец-то. Окей. А где ложка? Вот. Все. Немножко надо отдохнуть. Немножко почилю. Мисс Кейти. Это еще не смотрелось. Как же хорошо просыпаться в горах. Да, Сырка же. Я иду переодеваться. Ну вот это нормально, вот скажи. А сначала я их ждал, пока они накатаются на своей горке 4 часа. Я туда не полез, потому что я ее в гармошку скручу. Маленькая она для меня. А вот сейчас сижу, уже сам почти закат встречают. Ем вот свой же попкорн. Он оказался никому не нужен, пока все активничали. Все чилят у себя в домиках. А меня разбудили, я тут один сижу. Закат встречаю. Скоро начнется. Эй, алло, Сев, мы в домиках вообще будем спать или пойдем в дом, как нормальные люди? На кроватке теплые. Акка, ты что, реально тут будешь спать? Ага, а что? А то, что мне скучно одному на улице. О, мисс Кейти смотрит. Скоро выйду, дай мне немножко отдохнуть. Ой, вот вам и 24 часа. Все время один. Хорошо, солнышко спряталось, не жарко, свежий воздух. Попкорн свежайший, сам делал. Так, пойду-ка, посмотрю еще, чем там Макс занимается. Макс, ты что там, тоже мисс Кейти смотрит? Макс. А, я вижу. Он мистер Макс Плей смотрит. Ты что, тоже мистер Макс Плей смотрит? Да. Я знаю, это копиплей тайм. Да. Это чаптер второй уже или еще первый? Да, да, первое видео чаптер второго. О, а можно я с тобой посмотрю, а то у меня телевизора нет. Окей, ладно, но только сюда не залезай. А что, подвинулись бы, поместились бы, в тесноте до него. В обеде. А у меня попкорн есть. Ладно. А у меня какой-то десерт новый, я еще такого не ел. Прикуску с попкорном будет то, что надо. Эй, ты куда лезешь? Сейчас развалишь дом. Вот жадина. Я вообще-то его строил, мог бы его и развалить, имею право. Ты просился смотреть Мистер Макс Плей, тогда смотри Мистер Макс Плей. Только тихонько. Подумаешь, типа я шумлю. И вообще у тебя тут душно. Пойду через коридор к себе в дом, там и выйду. А может и Кате зайду. Катя, я к тебе. Ага. А к тебе хоть можно на второй этаж, а то Макс меня не пускает на кровать свою. Говорит, что я ему дом развалю. Ты тоже развалишь мне дом. Что? Я тут все это делал, все строил. И меня даже не пускают поваляться. Эй, это мой попкорн. Еще и попкорн забрали. Ну и ладно. Посижу на свежем воздухе, а здесь реально хорошо. И закат у меня никто не заберет. Не смогут. Выспимся хорошенько в своем домике. Тоже на свежем воздухе, не в доме том душном, а в наших королевских. Напишите, как это называется, колбаса-дом. Эх, похоже, я буду сегодня сам встречать закат. А то это молодежь, все планшеты засели. Эх, что, впервой? Нет, не первый раз. Сейчас начнется, будет оболтнен. Ой, что-то я задребал. А уже и темно на улице как-то совсем. Ой, наверное, дети спят уже. Иду я ложиться. Что-то тут даже прохладно, как-то я замерз. Ой, да, конечно, что-то я засиделся. Ой, эй, народ, вы что там? Все сидите в своих этих гаджетах, микстер-максах. Вот так вот все, я ложусь спать. Вы как хотите, все, всем спокойной ночи. Макс, выключайся уже. О, на улице уже темно. Ладно. Папа, ложусь. Спокойной ночи. Дышь. Дышь. Ау. Что? Ночь? Уже? Я засыпаю. Да, иду спать. Спокойной ночи. Все, всем спокойной ночи. Главное, не замерзнуть ночью. Накрывайтесь тепленько, если есть. О, солнышко уже взошло. Это мы что, с первыми лучами солнца проснулись? Да, классно мы поспали. И вообще шикарно на свежем воздухе. Слушай, я готов тут частенько спать. Летом тут отлично. Кстати, а дети проснулись и орут так. Макс, Кать. Что? Ну рано еще. Чего кричать? Катя, ты закат пропустила. Так давай хоть рассвет встречай. Красота. Что там? Обычное солнце. Да необычное, ничего ты не понимаешь. Это рассвет. Макс, где ты есть? Просыпайся давай. Ох уж это, папа. Ладно, встаю. Макс, Макс, просыпайся. Уже солнце встало. Рассвет пропустишь. Что, папа? Солнце вон уже встало. Ага. Давай встречать рассвет. Окей. Ох уж этот папа не дает ни спать, ни поиграть. Который час вообще? Папа, ты что, прикалываешься? Семь часов будить? Классно, скажите. Сильно рано. Как же рано, чем раньше встаешь, тем больше энергии. Вот так, давай, давай, зарядка. Раз, два, раз, два, раз. Давай, давай, давай. Ой, папа, я бы еще часика два поспала. Только проснулся и сразу спорт. Я бы позавтракала еще сразу. Ай, дети, дети, ничего вы не понимаете. Прочувствуйте эту атмосферу. Утро, птички поют, красота. А, не жизнь, а сказка. Но 24 часа я с вами больше не снимаю. А то вы целый день в планшете, потом целый день в горках, которые я не понимаю тоже. Но если будет что-то интересное и вкусное, зовите. Окей. Если вам понравилось, как мы... Классно провели 24 часа в нашей сосиске. Ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на наш канал. И пишите, как что можно сделать с этой сосиской. Как ее назвать, обязательно. Ждем ваши комменты. Выбросить, только не выбросить. Пишите, как назвать и что с ней больше делать. Может, пристроим еще второй этаж? Давай, давай. Давай.